Потерял имущество, разбомбили дом, землетрясение уничтожило, цунами смыло. Вот я поехал туда, у меня острая реакция, приехал, боже мой, язык чужой и так далее. Но постепенно человек приспосабливается и все. Или там, скажем так, я разошелся, ой, в ужас, три дня, четыре неделю, человек в щеке. А потом он говорит, ну, оклемался и начинает как-то жить и так далее, и так далее. А тот, кто не оклемается после развода, тот будет расстройство адаптации. То вот депрессия будет, тот не сможет работать и так далее, и так далее, и тому подобное. Значит, в принципе, в принципе, вы имеете право. Это сложно вот, ну, это надо будет, конечно, попасть в серьезную клинику. А так они поставили вот расстройство адаптации. Кстати, в следующий раз спросите. Да и не надо вам ничего говорить. Почему? Потому что если вы скажете, а кто бы вам поставил, они все равно это не поймут. Но все-таки найдите там более-менее нормального врача и скажите, вы знаете, вот вы мне это ставите, но какая же адаптация? У меня это тянется уже тогда. Поставьте мне посттравматическое стрессовое расстройство. Оно уже хоть как-то, но, а куда деть тогда мою эти вот, а, в двух височных частях, это вот, скажем так, вылетело из головы. Давайте, кистозное образование. Да, кисты эти вот, изменения. Куда их деть? Какое это имеет отношение к расстройству адапта? Понимаете? Вот и все. Ну, а это бесполезно. И самое главное бесполезно. Почему? Потому что, вы понимаете, это для меня важно правильно разобраться в диагнозе. Вот. А самое главное для вас это лечение. Значит, шизофрении у вас нет. Это можете забыть. Можете забыть. У вас очень много синдромов. Но, все-таки, основной синдром – это смена. Смена вот депрессии, вот, и так далее. А там есть и расстройство контроля над импульсами, и самоповреждение. Вот, значит, эмоциональное нестабильное расстройство. И вот это вот, значит, стырить, да, и так далее. Оно и продолжается, и сейчас. Это клептомания, понимаете? Так что вам выставить? И клептоманию, и борделяй, и бар, и депрессию, и манию, да? И что еще там вам выставить? Я даже не знаю, что. И тревожное расстройство, понимаете? Поэтому тут очень сложно. Тут даже, я не знаю, тут надо выставить какой-то один диагноз, и все. Такое. Это для статистики. Вот и все. Но самое главное – лечение. Поэтому я считаю, что вам надо продолжить с учетом ваших материальных обстоятельств. Потому что обстоятельства будут еще тяжелее. Вы меня понимаете. Потому что я не хочу говорить, почему. Но вы знаете, почему они будут тяжелее. Они и так тяжелее. Они во всем мире сейчас. Вот Германия – богатая страна. Все растет, цены растет. Все растет, все повышается и так далее, и так далее. Богатой Германии, в Америке, инфляция. Понимаете? Вот. Поэтому, поэтому вам надо, значит, самые такие дешевые препараты, которые вы можете, значит, скажем так, осилить. Это карбамазепин и респиридол. Вот и продолжайте их принимать. Психотерапия, она за нее платить надо, понимаете? А, бесплатно у меня. Вы знаете, когда я жил в Советском Союзе, я же 44-го года, знаете, тогда было, вот я жил в Одессе в то время. И, значит, там такая вот была поговорка. Лечиться бесплатно? Нет, лечиться даром, даром лечиться. Ну, вот такая была народ. Даром лечиться, то есть, лечиться даром, лечиться, то есть, без бабок, так? Не платить бабки – это даром лечиться. Это, значит, ничего не даст, это ничего тебе не дает. Даром, как напрасно и так далее, бесполезно. Вот вам и все. А кроме того, а кроме того, как психотерапия может? Ну, вот как, вот на что? Вот вы занимаетесь психотерапией. Что они хотят вам сделать? Чтобы вы не воровали? А у вас возникает импульс, и все, и вы и так понимаете, что вы должны сдержаться, а вы не можете сдержаться. Вот вам и все, вот вам и вся психотерапия. Ну, вот как вам сдержаться, а? Чтобы не, это вот, там, в магазине и так далее, и так далее. Я же не знаю, вы мне мало что рассказали. Да и не надо уже, вы говорите, я и сейчас. Вот, вот так. Как мне, как психотерапии депрессию убрать, чтобы не подать депрессию? Вот когда вам, у вас нет сил встать и пойти. Как вам с помощью психотерапии убрать, чтобы вы не пошли и не купили два платья или три платья? Ну, вот как? Вы же сами понимаете, что, что не надо мне, я одно платье куплю и хватит. И меня надо деньги тратить на еду, на оплату квартиры. Мы с мамой, скажем так, вот. А вы не сдаете ту, эту вот, коммуналку? А, там дядя живет. А, там дядя живет. Вы понимаете, вот чем вся проблема. Вот что такое психотерапия. Психотерапия научит человека контролировать свои какие-то ошибочные, неправильные действия. Вот, вы можете их контролировать? Ну, я же не ворую, значит, я могу их контролировать. Не понял. Я же не ворую, значит, я могу их контролировать. Ну, как же, вы мне сказали, что вы недавно и не попались. А если бы на следующий день? Ну, так, ладно, через раз контролировать. Через раз, правильно. Через раз, так это без психотерапии вы это понимаете. Но иногда вы не мови. Значит, цель психотерапии сделать так, чтобы с помощью психотерапии вы этого всегда не делали. Вот и все. А вы через раз. Как психотерапия, значит, научит вас не резать руки. То есть, вы и сами понимаете, если я возьму этот перочинный нож и начну, как вы мне показали, вот так чиркать, да? Вот. Значит, это нельзя делать. Нельзя. Потому что я могу и поранить, и так далее. Ну, вот как она может? А вы продолжаете делать это. И будете делать, если возникнет, тут нужны только медикаменты. Вот когда это все возникает, только медикаменты. Вот в чем все это. Это мое мнение. Это мое мнение. Конечно, у вас есть лечащие врачи, и вы их, скажем так, можете, должны слушать, вот. Но я вам высказал все ее. Вот я разобрался бы. Это случай полиморфа. Ваша клиника полиморфна, понимаете? Она имеет масса симптомов и включений. Их нельзя, их трудно объединить в одну какую-то нозологическую единицу. Понимаете? Есть депрессия, есть борделяй, есть расстройства. И у вас и то, и то, и то, и то, и то. Немножко этого, немножко этого, немножко этого, немножко этого, множко этого, множко этого, чуть больше этого. Понимаете? Куча. Целая куча. Вот чем вся проблема. Они ставят расстройство адаптации, черт с ним, пусть будет. Понимаете? От этого ничего не меняется. Главное, вам надо лечиться. Но даже карбомазепин с респиридоном не всегда вам помогает. Правильно? Правильно? Да. Вторая группа, это, конечно, там большие... Нет, вторая группа вряд ли. Нет, почему? С моей точки зрения, вы вторую, вы вторую имеете право получить, с моей точки зрения. Там другое дело, что придется поработать. Но вторая, конечно, запрещает официальная работа. Неофициально вы можете подрабатывать. Понимаете? Третью, может быть, но я обговорю это со своими. Не понял. Обговорю это со своими вообще. Конечно, конечно. Ну, понимаете, они должны изменить диагноз. Они тогда, знаете, как они моются? Вы хотите вторую получить наверняка? Лягте в больницу и поговорите с врачом. Пусть вам поставят шизотипическое расстройство. ТФ-21. Все. Железно выпадут. Шизофрении не надо. Хватит. И шизо. Вы получите вторую группу. Ну, там каждый год надо переоформлять и все. Ну, там будут льготы. По квартплате, по коммунальным. Вот. И так далее. Там лекарства. Респиридом получите бесплатно. Значит, карбомазепин 100% бесплатно. И платить не будете. В общем, это я просто, значит, возможности ваши. Лечебные это, понимаете? Но мы же должны исходить из реальности. Из реальности. Вы не можете позволить себе какие-то дорогие медикаменты. Не можете. Поэтому надо все-таки остаться на тех, которые вы можете оформить. Значит, скажем так, себя обеспечить, купить. Вот. И которые будут помогать. Вот мы и остановились. Респиридон, кстати. Так они и исходили. Респиридон это самый дешевый из атипичных антипсихотиков. Карбомазепин это самые, это старые препараты. Самый дешевый из стабилизаторов настроения. Именно отечественный, да, отечественный карбомазепин. Потому что есть карбомазепин венгерский, там, фенлепсин и так далее. Есть они более дорогие. Сейчас уже их нет в аптеке. Ну, уже нету, ладно. Значит, ну, короче говоря, это самый дешевый. Вот и все. Поэтому принимайте его. Значит, только одно правило. Лучше уменьшаете дозу, переходите там на 0,5, на 1 этого вот респиридона. Хуже на 2 карбомазепин 200, 400, это когда лучше. 600, это когда плохо. Вот и все. Вот и все. Вопросы? Пока вопросов нет, все понятно. А когда появится? Не знаю, но пока все понятно, вроде нет. Пока все понятно, умничка. Значит, вы понимаете, решите с мамой. То есть, я не знаю, мама-то. Мама, кстати, пьет сейчас тоже. Ну, иногда, редко, но иногда выдано. Понимаете, в чем еще проблема? Ведь никто же вас не учил в жизни. Ну, да. Никто вам не дает совета. Дядя тоже там странно. Нет, дядя может дать совет? А какой он совет-то даст? Когда он сам себе не может дать совет. Да. Ну, в общем, короче говоря, мой совет так. Это вы сами решайте. Поговорите с доктором, если он порядочный человек или она. Скажите, вот как мне быть? То есть, вы ему должны, конечно, сказать, что это все не так, как он выглядит. Прямо ему сказать. Вы знаете, я очень много в интернете, я в форумах был, а мне там не врач, а пациенты подсказали. Если он нормальный человек, вы могли бы ему сказать, что вы консультировались. Вы могли бы ему даже дать послушать это. Если он нормальный, если он дурак, нечего дать, он опять, а, да иди лечить туда. Вот так он скажет. А если это нормальный человек, он с удовольствием послушает, и он поймет кое-что. Это вам уже решать самой. Но вы, даже если вы не будете, значит, говорить о том, что вы консультировались у врача и так далее, и так далее, и тому подобное, то вам надо сказать, я просто изучала много, там на форумах было. Вы знаете, у меня три фактора. У меня наследственность по бабушке, по папиной неизвестно что там, и как там тоже попахивает. Вот мама вот такая вот, бабушка с навязчивой семьей, и так далее. Второе. У меня была тяжелая травма. Я родила 6-месячная, 24 недели. Я находилась несколько недель в этом кювете, и так далее, и так далее. У меня на МРТ, он, наверное, должен знать, имеется поражение органическое в обеих, значит, этих височных долях головного мозга. Ну, и у меня и жизнь такая была, вы же сами понимаете, без папы, с пьющей мамой, вот, с моей болезнью. У меня с детства вот это вот, понимаете, и поэтому меня там то били, то меня наказали в школе, меня обзывали, и так далее, и так далее, как в результате моего. Вы понимаете, поэтому, поэтому навряд ли это, скажем так, это дело, но у меня более серьезно. Я так думаю, что основу составляет все-таки, значит, повреждение головного мозга в родах. Вот отсюда, и там всякие у меня включения, у меня есть, значит, F-63, у меня есть F-60-30, это эти вот импульсации, это агрессивность. У меня есть и депрессия, у меня есть, значит, F-32-33, у меня есть и бар, вы понимаете, у меня есть F-31, у меня все есть. У меня есть и тревога F-41, страхи есть у вас? Да. У меня есть F-40, понимаете, у меня есть все, вот, но я думаю, что объединяющим является, конечно, вот эта травма, то есть, поэтому я и считаю, что у меня все идет 0, значит, F-06, и дальше там 1, 2, 3, или там, или, это я уже, это пусть он сам разбирается. Поэтому мне кажется, что, вот как вы считаете, стоит ли мне, значит, получать инвалидность? Может быть, вы мне поможете, может быть, вы плюнете на все это и выставите мне такой диагноз, который гарантирует 100% на вторую группу инвалидности. А вы будете зарабатывать вот этим писаниной, то есть рисунками, а потом, может быть, где-то как-то улучшится, купите машинку и будете немножко продавать, будет у вас штучное изготовление немножко, понимаете, вот и все. Вот так вам надо приспосабливаться к жизни уже как-то в новых условиях. Почему? Потому что все-таки, начиная с 21 года, состояние все чаще и чаще колеблется, понимаете, оно все ухудшается. Вы все время, значит, до 21 года вы к врачу не обращались? Нет. А с 21 сколько вы уже обращались? Много раз. Много раз, понимаете? Что будет дальше, никто не знает. Поэтому надо решать этот серьезный вопрос. Вот. И подумать о своем социальном статусе. Вот и все. А вот представьте себе, мама еще молодая, слава богу, но всякое может быть. А вы останетесь одна, а как вы можете обеспечить и съем квартиры и так далее? Это тяжело будет. Поэтому, естественно, ведь для чего выдается инвалидность? Инвалидность дается для того, чтобы помочь человеку в социальном плане. Он не может работать, либо вообще, либо частично может работать. Ему надо компенсировать, ему надо дать льготы и по оплате, и по медикаментам, и вообще, и так далее, и так далее. Вот для чего выдается. То есть вы должны, конечно, проконсультировать. В этом отношении я вам помочь не могу. Это я. Да, а это только на месте. Я могу вот, я разобрался, я разобрался вот. Разобрался, понимаете? Для меня вы ясны, совершенно ясны. И бросьте эти мысли о шизофрении. Это навязчивые мысли. Там у вас комплекс, целый комплекс, который вызывается вот это поражение мозга. Ну и немножко нас. Вот, в общем, навязчивость это от бабушки, тревога это от бабушки. Все остальное это от поражения мозга. Ну и, конечно, еще издевательство они тоже могли дать. Все-таки до девятого класса были проблемы. Но основное это все-таки травма. Ну, вот так вот. Значит, лечение мы тоже с вами обговорили. Есть более расширенные, значит, более современные препараты. Но у вас нет средств на это. Значит, остается карбамазепин и, скажем так, ирисперидом. Продолжайте это лечение. Психотерапию решайте сами. Если она бесплатно, хотите. Но вы должны понимать, что психотерапия это не просто хожу и слушаю, а я и меняю себя. Если вы себя менять не будете, это поведенческая часть. Это психотерапия до одного места, понимаете. Психотерапия предусматривает с помощью терапевта. Он объясняет, в чем ваши ошибки. Мышленные, когнитивные. Нарушение называется когнитивная часть. А вы уже сами стараетесь здесь в какой-то мере скорректировать. Вот и все. А если вы их не корректируете, но часоночку я корректирую, вот вам захочется взять что-то, значит, ну, тайком, да, одолжить. Одолжить без возврата. Значит, вы должны себе сказать, нет, что я делаю, это опасно, могут поймать, могут быть проблемы, зачем. И если вы научитесь, и это поможет вам законтролировать это, сконтролировать и не сделать, все, вот это психотерапия в действии. Если к этому же вы добавите еще и медикаменты, плюс собственные усилия, будет еще лучше. Вот и все. Вот так вот, я вижу. Если вопросов нет, то будем завершать. Значит, я благодарю вас за беседу, благодарю. Как только я размещу, я вам сброшу этот вот, скажем так, линк, и там будет целый-целый плейлист ваших. У вас будет не меньше девяти серий. Вся наша беседа. И вы сможете ее прослушать. Даже если вы найдете настоящего, значит, доктора, который захочет, ну, я не знаю, кто будет три часа, мы с вами уже три часа беседуем, кто будет слушать три часа это все. Но я бы, например, будучи молодым врачом, и три часа прослушал бы. Потому что это как наука. Вот. Он бы хотя бы не три часа, хотя бы прослушал кое-что, хотя бы концовку прослушал бы и все. Вот. И так далее. Но если вы не уверены, что это нормальный человек, если он в раш войдет, а-а-а-а... Нет, три часа не будет слушаться. Нет. Делай даже не три часа. Если он скажет, а-а-а, вот иди лечись у него. Понимаешь, львата, такие дураки тоже есть. Ну да. Вот. Тогда лучше ему это и не пока просто сказать, что я сама. Я сама это все проанализировала и все. Ну, я это все сама. Сама это такое делала. У него обид не должно быть. У него должно быть просто, смотри, девочка оказалась не врач, а медсестра оказалась глубокомысленнее и глубже думающая, чем я. Если нормальный человек. Ну, а если дурак, так он только скажет нет и все. Понимаете? Вы себе не представляете, сколько полудураков ходят и окружают нас во всем мире. В любой стране. Причем с самого низа до самого верха. Не можете представить себе. Я это понял. Поэтому для меня нет авторитетов. Кстати, недаром в Библии что сказано? Не сотвори кумира. Не сотвори кумира. В этом-то и лежит. Не сотвори кумира. Кумир это человек, значит, обожествление его. Не сотвори кумира. Это в Библии сказано. Поэтому для меня кумиров нет. Умного человека, умного, грамотного. Значит, нормально думаешь, я с уважением послушаю. Если мне он что-то даст, я с благодарностью возьму от него какую-то эту вот. Но если я вижу, что это дурак, это не умный человек. Вот. Поверьте мне.